В международном аэропорту Владивостока прошла экскурсия для журналистов и блогеров. На сегодняшний день здесь выполняются только рейсы по территории России. Однако и сотрудники, и пассажиры с нетерпением ждут возобновления международных рейсов. У нас 19-й год был знаковым в рамках роста пассажиропотока, особенно роста на международных авиалиниях. И в 19-м году у нас пассажиропоток на международных линиях сравнялся с внутренним пассажиропотоком и достиг 49%. То есть 51% это внутренний пассажиропоток был, а 59% это международный. И, соответственно, сейчас международного пассажиропотока практически нет. Мы, конечно, надеемся, что он в ближайшее время будет потихоньку восстанавливаться, но падение пассажиропотока на международных линиях порядка 90%. Если театр начинается с вешалки, то аэропорт – зона досмотра. Эту процедуру проходят как пассажиры, так и все сотрудники аэропорта. Система работает словно сканер, а все предметы специалисты различают по цветам. Например, синий цвет – это металл, и, скорее всего, это будет смартфон. Или зеленые – вещи, а вот оранжевые – органика. Самое интересное ожидало дальше – выход на посадочную полосу. Специалисты рассказали, как происходит встреча и отправка самолетов. Кстати, на подготовку прибывшего лайнера перед его следующим отправлением требуется около часа. Служба наземного обслуживания, собственно, начинается весь сам процесс. Встречают мои ребята, должность называется агент по наземному обслуживанию воздушных судов. Начинается все маршаринг, это когда заводят самолет на место стоянки. Ну, сегодня, вот, не знаю, там будет Кирилл у нас что-то сегодня на посадках в ближайшее время. Вот, ну, соответственно, установка колоды конусов, ну, и дальше начинается процесс обслуживания. То есть, это обслуживание водяной системы, туалетной системы, заправка, выезд с топливом, разгрузка-загрузка багажа груза, собственно, ну, высадка-посадка пассажиров. Познакомились журналисты с начальником пожарной бригады. Всего в штате 20 сотрудников. Они регулярно отрабатывают различные ситуации, которые могут произойти на взлетно-посадочной полосе. Сам начальник бригады вспомнил такие случаи, которые происходили несколько лет назад. Естественно, были у нас и выкатывания воздушных судов за пределы взлетно-посадочной полосы. Садились у нас самолеты с невыпустенными стойками шасси. Вот, буквально, наверное, два года назад у нас садился корейский борт. На аэродроме вылета при обслуживании нечаянно положили молоток куда-то в конструкцию шасси. И по прилету он не смог выпустить шасси, вставить замок. И пришлось ему садиться над гидравликой. Мы обеспечивали аварийную посадку всеми расчетами. Показали журналистам и специальную технику, которая участвует в подготовке самолетов к полетам. Например, машина для обработки лайнеров противообледенительными реагентами. Отметим, Владивостокский аэропорт является одним из самых безопасных и комфортных в России. Анна Дьякова, Антон Ливандовский, Олег Завиалов. Новости на восьмом.